Квейк Чемпионс 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 Например, на логбоксе у спауна квада. Но на практике у игры есть две главные проблемы, и одна небольшая. Начнем с небольшой. Интерфейс плох. Нет, он ужасен. Нет, он чудовищен. Столько лишних кликов я не делал давно, особенно в головном меню. Информацию, которую можно было удобно рассовать по боковым панелькам с закладками, поместили в отдельные громоздкие окна. Вещи, где нужны бы фильтры, списки, сортировка, представляют огромные пустые однообразные перечни. В интерфейсе кастомизации вовсе запутаться можно. Настолько нелогично, неочевидно, неэргономично и непродуманно все организовано. Но игровой интерфейс тоже не слишком радует. Он, к счастью, функционален, но устроен так, что многие его важные элементы просто не бросаются в глаза. Например, прошляпить, что у тебя почти не осталось патронов, проще простого. А ведь раньше в лайве выводилась весьма заметная надпись Low Ammo под прицел. От лаудаутов, которые во многом и потопили стим релиз лайва, отказались. Теперь с рокетом в матч не влетишь. Зато дали на выбор стартовые пушки, которые являются даунгрейдами подбирабельных. Автомат, который грейдится в пулемет. Дробовик, который превращается в супер шотган. И нейлган, который улучшается до супер нейлгана. И это вовсе неплохо. Другая спорная фишка. Это прицелы у рельсы и пулемета, которые позволяют наносить больше урона. Рельса вместо 80 дает 90. Пулемет вместо десяток лупит пятнашками. Ну, а что касается главных проблем. Во-первых, сетевой код в игре откровенно плох. И это ужасно. Случаев, когда прямое попадание не засчитывается, луч рельсы пролетает сквозь тушку. Или ты проходишь сквозь врага. Множество. И это может очень сильно сказаться на итогах матча. Если это не будет подправлено, на игре по сути можно будет ставить крест. Массы там не задержатся. Во-вторых, разброс игроков и отсутствие баланса по скиллу. В результате этого в 90% матчей наблюдается та же ситуация, что и в Quake Live. Из десятка игроков пятеро нубы с шестью фрагами к концу матча. Трое получше, у них по 15. И еще два дедуля, у них 38 и 43. Несложно догадаться, что фан-фактор для ньюфага от заведомо проигранного матча существенно снижается. Подытоживая же, в текущем виде покупать Quake Champions абсолютно не стоит. Есть все шансы, что проект благополучно загнется, так и не взлетев. Но дождаться фриварного релиза определенно стоит. Там, конечно, придется временно арендовать героев за зеленые монетки или покупать по грабительским расценкам. Но, во-первых, доступный всем рейнджер весьма хорош. А во-вторых, если игру не починят и она не взлетит, нифига ваша инвестиция не окупится должным фаном. Однако же проект имеет огромный потенциал, который, хочется верить, разработчики сумеют раскрыть, решив хотя бы указанные главные проблемы. Всем дня!